Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И на продаже появился новый набор К-91 и словно известная Акула. Две этих тачки продают по вполне себе адекватному ценнику. Единственное, что стоит отметить, что это не заниженная цена, то бишь здесь нет какой-то существенной выгоды. Вы просто покупаете набор по объективной, нормальной, адекватной цене на каждую из этих машин, если разделить ценник. 17,5 тысяч голды. И давайте вспомним, К-91 продавали в составе набора с его легендарным внешним видом, открытым всем оборудованием и иксами за 10 тысяч голды. И тогда я говорил, да, стоит взять этот набор, потому что К-91 до сих пор очень классная и интересная тачка. Ну а что можно сказать про нашу Акулу? Акула тоже тачка словно известная, я считаю мастхевом в ангаре любого начинающего танкиста, потому что она действительно приятно играется, имеет броню, неплохую подвижность, хорошее точное орудие и неплохой урон за выстрел. При этом всем объективная нормальная цена на Акулу в голом состоянии составляет 7,5 тысяч голды и за такие деньги можно ее брать. Таким образом получается, что вы получаете за 17,5 тысяч годный набор с К-91 и, можно сказать, голую Акулу, но в придачу к ней вы получаете еще открытое все оборудование, легендарный внешний вид и иксы. Кстати, иксы как на одном, так и на другом танчике вы сможете нормально реализовать, потому что и тот, и другой являются играбельными и элитный опыт, вы сможете довольно неплохо пофармить на данных машинах. В отношении покупки по отдельности, понятное дело, что за 8,5 в голом состоянии не рекомендую покупать Акулу, но и уж точно не стоит К-91 брать за 12,5. Если говорить о компенсациях, то здесь с компенсациями тоже классно, и тот и другой танк являются коллекционными, и если вдруг вы являетесь владельцем одной из машин, то получите себе компенсацию 5000 за К-91 и за Т-54Е2 получаете 3750 золотом. Но как ни крути, выгода и это не пахнет однозначно, потому что в таком случае вторую машину вы покупаете гораздо дороже, нежели купить ее отдельно, просто в магазине, правда в голом состоянии, без легендарного внешнего вида и дополнительных плюшек. Вот такой вот наборчик, вот такое мнение, и я считаю, что за 17,5 данный набор покупать можно. Ну и как можно пройти мимо одного из этих танков и не выехать на нем в бой? Поехали просто покатаемся, даже тестить не будем, а так чисто ради интереса. Ну что, друзья, поехали. К-91 взял только лишь по той причине, что это девятка, и, наверное, в наборе с девяткой и восьмеркой всех интересует больше танчик выше уровнем. Что могу сказать от себя? И тот и другой танк в этом наборе действительно приятные, они действительно реализуемые даже начинающими игроками. В отношении К-91, да, есть существенные минусы или камень преткновения для споров между танкистами в отношении годности данной тачки. Это время перезарядки снарядов между собой в магазине. Да, действительно, 3,5 секунды это долговато, и хотелось бы, чтобы время перезарядки магазина внутри себя было бы немножечко поприятнее, допустим, ну хотя бы там 3 секунды. Ну а так, в целом, к этому показателю можно привыкнуть, и когда к нему привыкаешь, начинаешь ощущать танк немножко по-другому, он тебя немножко меньше удручает этим показателем по ТТХ, ну и, соответственно, получаешь удовольствие от боев на данной машине. А удовольствие машина действительно умеет дарить, и то же самое могу сказать про Акулу. Как я уже сказал, я считаю, что Акула это мастхев в ангаре каждого начинающего танкиста, потому что действительно позволяет неплохо фармить серебро, действительно позволяет неплохо нагибать в рандоме. Ну а самое главное, получать удовлетворение от игрового процесса. И тот, и другой танчик на это действительно способны, и в большинстве замесов вы будете чувствовать себя сухо и комфортно. Понятное дело, что на АК-91, схлестнувшись с десятками, вам будет немножко неприятно, и вы не всегда сможете вытягивать бои, но в случае, если вы будете играть с себе подобными машинами на девятом левеле, или будете играть против восьмерок, то в целом фан и веселье вам однозначно обеспечены. Сейчас подождем, когда наши ребята-союзники попытаются хоть что-то сделать, чем-то помочь, но походу особой помощи не дождешься. Разнесли еще одного, и это потенциальное поражение. Многие спросят меня, скорее всего, в комментариях, или напишут гневные комментарии по поводу того, что я показал не тот бой, который надо, что надо было показать машину во всей ее красе, на что она действительно способна. Она действительно способна, и я с этим абсолютно не спорю. Но давайте будем говорить откровенно, бой, бой рознь, и каждый из вас может попасть в какой-нибудь замес подобный этому, и не обязательно, что вы из этого замеса выйдете победителем. Я показываю танки такими, какие они есть на самом деле, ничего от вас не скрывая, ничего не приукрашая, и не пытаясь показать машину в самом лучшем ее виде. Я мог бы снять 20-30 боев и потом вырезать самый красивый, самый идеальный, для того, чтобы показать все великолепие данного танка. Но и такие бои тоже бывают. Поэтому ничего никогда не вырезаю, а вы, друзья мои, если за честность на канале, если за честное мнение авторам, то обязательно подписывайтесь на данный канал. Несмотря на то, что сейчас в бою произошло, я все равно считаю, что К-91 стоит себе приобрести. Он до сих пор играбельный, он до сих пор интересный, он до сих пор результативный, и он действительно довольно-таки круто помогает в боях, в которых команда одерживает победу. Сейчас будет 100% на поражение, скорее всего, ЦЦ будет закручен великолепным Т-54 с хорошей скорострельностью, ну и, соответственно, на этом катка для него прекратится, ровно как и для всей нашей команды. Но в любом случае, я больше чем уверен, что результативность моя в этом бою будет, и я уверен, что я явно буду не на последних местах по количеству настреленного урона. Если бы команда была более сплоченной и было бы меньше разброда и шатания, я думаю, что шансы на победу были бы гораздо выше. Ну а так имеем то, что имеем. В отношении акулы могу сказать приблизительно то же самое. Безусловно, не все бои будут для вас победными, но, поверьте мне, вы будете получать на акуле удовольствие, а если будете играть от башни, то будете неплохо танковать, потому что там танковать есть чем. В отношении результативности К-91 в данном бою, обратите внимание, второе место с несущественным отрывом нашего лидера, который сделал 3 фрага, за что он заслуженно получает от нас лайкос, ну и обязательно похвалим того игрока, который дал результат чуть меньше, чем мы. Они заслуживают нашего уважения, даже несмотря на то, что мы проиграли. Ну а наши соперники уж точно заслуживают уважения, потому что одержали красивую и качественную победу, с чем я их, в принципе, и поздравляю. Уважайте себя, уважайте своих соперников, своих союзников, и тогда взаимное уважение будет дарить нам радость от игры. Вот такой вот К-91 в отношении Т-54Е2, ссылочку на обзорчик я положил в описании, кстати, на К-91 тоже. Заходите по ссылкам, посмотрите, буду вам благодарен за ваши лайки, подписки на канал, ну и если вам не сложно, прожмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Стараюсь специально для вас, искренне желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.